Субтитры делал DimaTorzok Самое неприятное, что делает сейчас главный редактор, ну или там шеф, или выпускающий иногда редактор, потому что у нас сейчас немножко все называют друг другу, все смешивается, это называется душитель свободы журналистского слова. Потому что в силу ограничений, которые к тому же с каждым годом становятся все больше и больше, моя задача как редактора, и даже главного редактора в данной ситуации, не допустить ущерба моему юрлицу. Не допустить штрафа, который ляжет на редакцию непосильным бременем. Если бы у меня был неограниченный бюджет, какой-нибудь дождь из-за денег с неба, я бы с радостью разрешала написать все, что угодно, и с радостью бы платила штрафы. И плюс ко всему, например, у меня есть патологическая нелюбовь к заблокированным Роскомнадзором страницам, потому что это тоже плохо сказывается на карме издания. А судиться с Роскомнадзором, это тоже как бы часто бесперспективно, часто стоит тебе много денег и много усилий. Вот. Поэтому, да, у меня есть, если зайти в админку Мела, там есть такой сегмент, который называется отвал. И вот в этом отвале лежат тексты, в том числе прекрасных журналистов, которые по тем или иным соображениям не были опубликованы. В частности, например, история американского мальчика, я забыла, как его зовут, а, Десмонд Великолепный. Это такой очень известный мальчик, который позиционирует себя и как квир-персона с пяти лет и так далее, и как человек с той ориентацией, которая у нас считается неподлежащей пропаганде через медиа. Вот. И с этим текстом мы очень долго возились. Это был прекрасный текст. Но, к сожалению, нам, с точки зрения нашего юриста, не удалось найти баланс в том, что называется пропаганда, и в том, что называется контрпропаганда, которую мы должны были ввести в этот текст. То есть мы должны были добавить... И я помню, как шла работа над этим текстом, это были сущие страдания. Я приходила и говорила, нет, ребят, по-прежнему риски высоки. Давайте посмотрим, что там пишут о нем консервативные американские медиа. Давайте Арканзас посмотрим. Там наверняка о нем написали что-нибудь плохое. И дальше выгребаем какой-то Арканзас Ньюс, который действительно пишет, что пора доблестным баптистам взяться уже за всю эту нечисть и очистить мир от скверны. Вот. Все это пишут, думаешь, господи, как мы это поставим в текст? Никогда в жизни не поставим. Нет, нельзя. Давайте посмотрим католические медиа. Давайте обратим... Кому обратимся? Вот. Текст лежит. Готовивший его автор был очень горчон, тем более, что это был молодой редактор. Для них, мне кажется, это самое тяжелое, когда ты первый раз сталкиваешься с мясорубкой юристов и ограничений. Ну, она пережила, к счастью. Но теперь зато я поняла, что у нее... Ну, а это у нас редактор, который вообще часто ведет сложные темы. У нее в какой-то момент, вот не знаю, скажи, бывает у тебя такое или нет, возник страх сложных тем на ровном месте. То есть, например, сейчас принят закон о клевете. И вот как раз на аудиенции Вместе Медиа Галина Атанец прекрасно разбирала кейс правоприменения. Словно говоря, мы сейчас не можем писать, что в блокаду люди ели кошек. Мы должны написать, что в блокаду кошек ела гражданка такая-то, такая-то, такая-то. Это доказано документально. Потому что в противном случае поедание кошек становится утверждением, распространяемым на неопределенную группу лиц, которую мы определяем для себя, как люди, пережившие блокаду, блокадники и так далее. И теоретически кто-то из этих блокадников, так же, как мы видели ветерана в суде, который совсем недавно, может встать и сказать, вы меня оклеветали. И у меня редактор готовил текст про блокаду, и она пришла и говорит, ой, слушай, нет, давай, я тут так страшно, я говорю, слушай, мы исторический очерк пишем, ну что ты боишься? Вот так вот. То есть цензура редактора часто приводит к тому, что, к сожалению, если ты передавливаешь, это все превращается в цензуру. И точно так же мы это видим в сложных темах. Например, я долгое время работала в агентстве Интерфакс, сложная тема для агентства Интерфакс, это политика. Вот, а как раз не то, что мы обычно считаем сложными темами. Политика, то есть та грань, где ты вроде бы в зоне разрешенного, а где ты уже переходишь. Там у нас есть человек, например, которого нельзя называть. Вот, ну нет, это шутка, конечно, Алексея Навального все называют Алексеем Навальным. Но я видела очень много случаев, когда молодые журналисты приходили работать на политический выпуск Интерфакса, из-за того, что они постоянно по каждой новости сверяли часы с кучей народа, бегая вот так вот кругами. А это мы даем. А тут есть риски, а тут нет рисков. В итоге они просто уходили, потому что какой смысл работать есть, ты постоянно бегаешь за старшими редакторами и уточняешь, что ты можешь, а что нет. Ну, мне кажется, тут у меня два мнения. Первое, что я прям считаю, что нам очень мало, и зря на этом журфаке не оговорили, что редактор и юрист вообще-то помощники, что, ну, правда, вместе должны найти золотую середину, и после тебя все другие умные люди должны прочитать текст и порассказывать, что нельзя упоминать или что нужно добавить. Если это особенно тексты про насилие, которые я в последнее время пишу, то есть там должна быть сильная проверка, чтобы правда не пришли потом, ну, не пришел Роскомнадзор или кто угодно. Но, с другой стороны, это как будто, ну, факт-чекинг. То есть и закон о клевете, мне кажется, я просто пытаюсь перебрать свои тексты. И это в любом случае, если я пишу какой-то факт, то значит, я могу подтвердить его. А если не могу подтвердить, то значит, я его не пишу. Ну, потому что подать на клевету могли и до этого. Ну, то есть можно в любой момент подать на клевету, и надо в любом случае чувствовать себя защищенным именно вот с такого, не знаю точно, с закона о клевете. Но когда дело касается вот этого Роскомнадзора, и нельзя упоминать ЛГБТ и суициды, то тут уже сложнее появляется такая правда самоцензура. Потому что угадать, что попадет под закон о пропаганде традиционной, как она там называется, среди несовершеннолетних, просто невозможно. Потому что широта правоприменения, если захотят докопаться, они докопаются до любого текста, в котором упомянуто ЛГБТ-плюс-сообщество, как угодно. И поэтому как будто это дурацкий выбор. Либо ты вообще не пишешь на эти темы, а либо ты просто действительно сам гадаешь и сам пытаешься понять, какая граница там будет, какое упоминание все-таки нельзя, а какое можно. Потому что по закону как будто бы... Опять же, непонятно по закону, что конкретно нельзя упоминать. Ну да, нет, тут еще такой момент, что нет какой-то внятной практики правоприменения. То, что мы видим в правовом поле, вот то, что там, например, то, что нам готовят... Ну вот в конце года нам юристы обычно готовят кейс по каким-то таким самым ярким делам, которые касались медиа за прошедший год, чтобы мы просто посмотрели... Ну, это называется у нас к сведению. К сведению, а потом все сидят тоже неделю и не знают, что им делать. Да, то есть ты действительно не понимаешь, как быть, что делать. И, например, условно говоря, формально у нас, например, стоит на сайте 18+. То есть по большому счету мы как бы теоретически, с точки зрения закона, уведомляем, что наша информация не для несовершеннолетних. Но это не мешает особо талантливым людям, которые любят наши медиа и любят многие другие медиа, кляузничать и писать те самые жалобы в Роскомнадзор, что да, размещена информация, которая является и пропагандой, и разжиганием розни, и антироссийским настроением. Вот за это нам прилетает постоянно, что мы как бы недостаточно в русле... И тут получается, смотрите, вот, да, тема ЛГБТ и суицидов, я бы сказала, что это, мне кажется, две самые больные темы вот сейчас, где вообще ты не понимаешь, куда ты можешь двинуться. Мы много работаем с темой подростковых суицидов. И... Ну, понятно, что ты не должен рассказывать, как было сделано. Ладно, фиг с ним, не так важно, как. Погиб ребенок, уже есть факт. Погиб в результате суицида, уже понятно, что случилось. Но дальше ты все равно оказываешься в серой зоне. Потому что, рассказывая о жизни этого ребенка, ты можешь подталкивать других детей к суициду. Это даже непонятно, что подталкивание. Да. Да, но вот я говорю, что тут настолько расплывчатая история. Ну, например, вот мы сейчас делаем текст про популярность сэлф-харма у подростков. И тоже оказываемся опять в ловушке. Потому что наша задача сделать так, чтобы никто не подумал, что рассказывая о том, почему сэлф-харм такое настолько обыденное явление, и почему подростки этим гордятся и считают, что это круто. Многие гордятся. Вот, например, у нас в проекте подростки есть ребенок 15... Ребенок, господи, я опять начала говорить. Ладно, как училка, хорошо. У нас есть участник 15 лет, который совершенно открыто при всех говорит, «Мне это нравится, это делает меня клевым». Вот. Бывают совершенно другие ситуации. Но вот да, здесь какая-то такая странная история. Мне кажется, вам это в 10 раз сложнее, потому что аудитория – это родители? Да. Которые очень-очень чувствительные. Ну, они чувствуют себя очень... Чувствительные и... Ну, я все время привожу, когда вот начинают рассказывать про... Спрашивают, например, про кейс Роскомнадзора. Я всегда привожу пример одного текста. У нас была колонка педагога. Называлась она «Как достать твоего педагога за 10 минут». «10 советов, как достать педагога за 10 минут». И там были такие советы. «Обязательно пиши педагогу позже 23 и не отправляй ему меньше 15 сообщений в WhatsApp подряд». Или обязательно там сдавай, я не знаю, курсовую в последние 3 секунды до дедлайна и говори, рассказывай педагогу, как ты спасал кошек все время. Ну, в общем, такие, короче, обычные, бытовые, вредные советы. Ничего страшного. Короче, это старец попал под блокировку, потому что мы пропагандировали травлю в отношении человека. Там была очень сложная судебная формулировка, но оказалось, что даже это уже сложная тема. То есть ты, по сути, уже даже иронизировать не можешь. Это тоже попадает в разряд запретных тем. Про юриста я согласна. Кто из вас вот общается с юристами, если у вас возникают какие-то сложности? Вот. Ну, прям меньшинство. Наверное, просто у остальных нет таких кейсов, возможно. Ну, это еще и... Ну, вот, хотел добавить, что если вот с юридической стороны я прекрасно понимаю, как журналисты готовы идти на сколько угодно уступков, если там редактор и юрист мне рассказывают, что надо убавить-добавить, то когда касается вот этой вот серой зоны, типа ГБТ-тем, то я как журналистка поняла, что я вот на эти уже уступки идти не готова, я просто... поэтому там так много списков, просто я несу в следующее издание текст. Ну, пока они... И какой процент отсева? У меня не было... Сколько максимум-то изданий проходило со сложным текстом? У меня, наверное, одну тему отмели, и я просто никуда больше не пошла, потому что я отложила эту тему больше, мы не отказывали. И с ЛГБТ-темами тоже. И ЛГБТ был отказ не... Я писала про насилие в гомосексуальных парах на таких делах, и я попыталась рассказать, что... Ну, мне кажется, что мы уже зря пишем постоянно... Ну, то есть мы говорим, что это текст про насилие в ЛГБТ-плюс парах, а там на самом деле история одного гея или одной пары лесбийской. То есть это далеко не все буквы аббревиатуры, и можно попытаться перестать обобщать, а написать несколько текстов, в которых будут разные представители разных букв аббревиатуры, чтобы пошире охватить тему. И вот это вот, они... Это им не понравилось просто потому, что слишком много ЛГБТ-тем. Но это не было. То есть, по-моему, не страх Роскомнадзора, просто слишком много ЛГБТ-тем. Ну да, перенасыщение просто, да. И я... Моя знакомая антропологиня писала исследования про насилие, которое переживают лесбиянки у гинекологов. И я тоже предложила эту тему. И, в общем, тоже там был... Ну, там был ответ такой... Если мы напишем только про лесбиянок, то мы как будто бы, ну... Ну, понятно, что мы, да, остальные, кто переживает тоже гинекологическое насилие. Да, хотя можно было написать три текста, но, в общем... Но ответ... Отказов таких не было. Был очень много... Вот в BBC-шный текст юрист вычитывал. И там потому что... А что это за текст? Там девочку 12-летнюю удочерили, и она уже в новой семье рассказала, что ее насиловали три родственника на протяжении жизни. Ну, в общем, разные мужчины в разные года. И они подали заявление, но дело затянулось на полтора года. У девочки было там 12 плюс допросов. Дело затягивали просто невероятно. И... Ну, все затянулось. В общем, мы с Ниной Назаровой из BBC описывали, как этот процесс шел, что там в нем было нарушено, почему... Как так получилось, что вообще-то девочка там и ее приемная мама все сделали правильно, а у девочки нервный срыв, и дела до сих пор до конца не заведены. И то есть, несмотря на то, что там были уголовные дела, и все это существовало в правовом поле параллельно, и мы описывали, то есть реальные приговоры, реальные дела, все равно юрист очень перестраховывался, перепроверял все формулировки, чтобы мы лишние... Кого-то не назвали там обвиненным, обвиняемым, и вот эти вот... И, естественно, когда речь идет о несовершеннолетних в тексте, то надо, чтобы их анонимность была соблюдена, и вот он тоже проверял, что мы о ней пишем, нельзя ли вычислить ее реальную личность. Да, это, кстати, вот, мне кажется, тоже мы об этом на какой-то из предыдущих встреч говорили, что когда вы пишете о несовершеннолетних, там возникают свои сложные... куча сложных моментов, даже там, где нет сложных тем, потому что, действительно, вы должны гарантировать всем, кто не достиг определенного возраста, и неприкосновенность, и защищенность, и масса других благ. И вот пока у нас не появился как раз подкаст с подростками, раздел подростки, я даже не представляла, насколько сложно работать с несовершеннолетними, и сколько рисков здесь есть внутренних, там, начиная от того, как ты общаешься с подростками, которые к тебе приходят в проект, и как сложно ты должен... Ну, в общем, мы в итоге документируем каждое наше движение, связанное с несовершеннолетними. Ну, то есть, если несовершеннолетние едут даже к нам в офис, ну, в смысле, записывают подкаст, это все идет в согласии родителей, родители информированы, где они будут, что они делают, и так далее. Потому что пару раз у нас были кейсы, когда подросток сам приходил к нам в проект, мы не запрашивали согласие родителей. Ну, когда мы только начинали, это была какая-то история абсолютного энтузиазма, и давайте попробуем, что получится. А потом оказывалось, что родители против, что им не нравится, что подросток там что-то где-то публикует. Более того, оказалось, что им не нравятся те темы, на которые он пишет. А подросток как раз в отличие... Ну, подросток как раз любит сложные темы. Например, когда мы накидываем с ними следующий сезон, контентный, там всегда возникает как раз и бытовое насилие, всегда есть тема религиозного воспитания, всегда есть тема секс-просвета, секс-отношений и так далее. И в том числе отношение подростка к тому, как взрослые... к личной жизни их взрослых, близких, и к тому, как они хотят выстраивать свою личную жизнь. Естественно, для родителей такие тексты, они жутко триггерные, никто не хочет... Ну, в общем, мой любимый, наверное, любимый из рубрики «Вопрос-ответ» у нас было. Девочка спрашивала, как убедить маму, чтобы она перестала быть мне подружкой и рассказывать про каждый свой следующий секс со следующим мужчиной. Вот. Это вот прям был, да, такой вот... Родителям очень не нравится, когда такое вдруг скрывается, что, может, друзья, а тут, оказывается, ребенка не хочет. Давайте, мне кажется, надо спросить вопросы. Отлично. Давайте, о чем бы вы хотели спросить, чтобы мы были более полезны? А то, мне кажется, в принципе, я могу Лену спросить, например, обижает ли ее, когда через текст проходят три редактора, и потом надо бороться за половину слов? Так, отвечаю, нет. Давай, да, пока кто-нибудь придумает вопрос. Нет, но если я понимаю, что вот после всех прошедших ко мне возвращается не мой текст, тогда, да, если там, ну, не знаю, изменены акценты, смысл, то я злюсь и уношу текст. А если это все проверка фактов и обезопасивание всех участников процесса, то я все только за. Потому что делиться ответственностью, это прям... Это очень важно. И то, чего не хватает, и то, чего я как журналистка вообще долго не могла привыкнуть к тому, что я правда могу и должна отдавать кучу ответственности за текст, там, редактору и другим людям, и так всем лучше. Что один журналист не может нести ответственность за текст, особенно если это текст, в котором там, ну, опять же, правда, тоже насилие, например. И там есть обвиняемые, и пострадавшие, и дети. И за этот текст всегда должно нести несколько людей ответственность. Ну да, то есть это распределенная ответственность, которая на самом деле делает любой текст лучше. А если да, если тебе просто не нравится редактор, то, что ты забираешь и все, да. Если да, если я понимаю, что мне очень важно, что это же будет подписано моей фамилией, и я должна, вот мне через год придут и спросят, а ты вот в это вышла под твоей фамилией, ты думаешь ли так, и я понимаю, что есть куча текстов уже, за которые я не готова за них бороться, и я понимаю, что каждый раз говорить, что вообще, я вот ехала в поезде, связь была ужасная, и когда я доехала до дома, редактор уже превратил мой текст во что-то другое, но уже спорить с этим было бесполезно, и это каждый раз объяснять, и я поняла, что мне проще, если я могу правда всегда отвечать за все, что вышло под моей фамилией, так некомфортнее, потому что редакторы будут спрашивать, если получится скандал, то есть если текст кого-то оскорбит, и это превратится в ругачку на все медиапространство, тогда отвечает редактор, а если все, в принципе, примерно нормально, то отвечать мне. Поэтому да, я отказываюсь писать тексты, или забираю их. О! Как редакция, на которой мы сегодня выяснили, что там работали безумное количество людей. Активистов. Еще и активистов. Микрофон там не работал. У меня, собственно, вопрос, он больше технический, потому что сейчас у нас во вступительной части мы говорили не про автора-редактора, а про автора-плюс-редактор и Росковнадзор. Это тоже наша боль. Мы этим страдаем, у нас вот юристы, они нас ненавидят, потому что мы тексты всякие разные интересные пишем. А вопрос следующий, он как раз в контексте того, о чем сейчас зашла речь. На ваш взгляд, где должен находиться баланс в стритейлинге? Условно говоря, автор написал текст, он скучный, редактор говорит, вот если мы просто вот абзац переставим, мы никаких там новых смыслов туда не добавляем, мы просто действительно самое главное выносим в начало. В какой момент автор может сказать, это вообще не мой текст? И насколько редактор может именно в тело текста вмешиваться, вот именно в плане того, в каком порядке рассказывать, как выстраивать сюжет? Понятно, что есть фабула, какая-то фактура, а есть сюжет, как мы ведем читателя сквозь текст. Вот где здесь заканчивается ответственность автора, где здесь заканчивается ответственность редактора, на ваш взгляд? Кто первый? Как хочешь? Могу сказать я, как у меня это происходит. Мне кажется важным, когда редактор вообще разговаривает, ведет себя с тобой так, как будто он считает, что ты не дурак, ну грубо говоря так, что вот то, что ты написал, ты написал по какой-то причине. И когда он меняет, не спускает тебя сверху правки, говорит, что вот так будет лучше, а теперь читай и смирись. А когда он говорит тебе текст непонятный, но ты уже сама дальше сделай так, чтобы он был понятным. У меня, я очень люблю свое редактор-шоу «В таких делах» Инна Кравченко, она, и мой любимый текст, который в итоге стал моим любимым, одним из, я переписывала его шесть раз, от начала до конца полностью, хотя в нем страниц, по-моему, 13 было текстом, потому что она говорила, что вот так, как я его выстроила сейчас, мне понятно, потому что я писала про свой родной поселок, то есть я, грубо говоря, в этой теме там 25 лет, то есть я написала так, как понятно только мне, и вот она просто говорила, что ей непонятно. И я стукалась об стенку, ушла и переписывала, создавала просто новый файл, и переписывала его еще раз, переписывала третий раз, и вот на, по-моему, третий, третий-четвертый раз его приняли. И вот дальше, даже если она уже при правке переставляет абзацы, я понимаю, что, ну, то есть это происходит вместе со мной, мы вместе написали этот текст, она не хочет написать свой, она не считает, что то, что написала я, ужасно. Она помогает сделать текст лучше, она дала мне возможность исправить его так, как я хочу, и сейчас просто подбивает, добивает, и уже мне уже по барабану на правке, который она внесет, потому что я чувствую, что она на моей стороне. Как-то так. А иногда редактор и правда, то есть ты просто понимаешь, что он все, он больше не правит твой текст, он пишет свой. И хочется прям, ну вот, ну тогда и напиши свой, потому что кажется, что ты просто принес фактуру, а редактор переписывает из этой фактуры текст, который написал бы он, но это не твой текст. И вот такое ощущение, оно прямо отвратительное. А если вы чувствуете с редактором, что вы на одной стороне, он тебя уважает и слушает, то он может попросить тебя переписать его хоть сто раз, хоть переставить какие угодно абзацы. И лично я отношусь к этому отлично. Спасибо. Ну и тут я, наверное, могу только добавить, что да, пусть Владимир Шведов сейчас в Москве икнет. Я очень завидую таким делам, которые могут себе позволить долго отправлять текст туда-обратно. У нас такой возможности нет, поэтому у нас есть шеф-редактор с широкими полномочиями из «Железной волей», которая допиливает все эти тексты, которые приходят к нам недопиленными. У нас всегда меньше объем текстов, у нас тексты совершенно другого формата, как правило. И нам проще, потому что допилить разбор, на самом деле, это несложно. Там как раз важна структура, и мы постоянно боремся с структурой, потому что наш читатель, он быстрый, очень структурный. И здесь мы предупреждаем сразу автора, что здесь будет серьезная редакторская правка. Он может ее все время наблюдать в реал-тайме, и иногда, да, плюс ко всему прохожу по всем текстам, но я как раз тот редактор, который пишет, здесь непонятно исправить, потому что у меня мало времени. С авторскими текстами всегда намного сложнее тоже. И у нас мало авторских текстов, но я продолжаю верить. Вот были великие редакторы в «Коммерсанте», были великие редакторы, простите, в этой аудитории произнесу в «Конте-Насте». Это люди, которые создавали облик издания. Это вот коммерсантовские заголовки, они не родились из пустоты. Это огромный труд одного человека. И в тот момент это были прорывные же заголовки. Не было ни у кого таких заголовков. Поэтому я продолжаю верить, что хороший редактор, да. Он никогда, кстати, не испортит текст «Хороший редактор», потому что его задача в сжатые диджиталом сроке у нас выпуск каждые 24 часа по 12 единиц больших контента. Раз-раз, пошел-пошел, и так без выходных. И для этого у нас есть хороший редактор, который быстро свяжется с автором. Есть что-то, но он никогда не будет дописывать по фактуре. Вот если не хватает фактуры, текст уедет к автору, и мы тогда будем доделывать дальше. Ну, еще по срокам, вот, крен, такие дела, ну, то есть они тоже говорят, типа, не перепиши когда-нибудь, а, ну, там, не очень вежливо перепиши у тебя день. Но это еще, мне кажется, разница между штатным и фрилансером. Потому что фрилансеру, в общем, ты можешь ему сказать, пришли завтра, но у него нет мотивации делать его сильно завтра. То есть он больше свободен забрать текст вообще, потому что, ну, по большому счету, там сильных финансовых обязательств нет. Поэтому и редактора к внештатникам относятся так, что, да, конечно, хотелось бы быстрее, но все-таки сроки чуть другие. Но это все равно обычно же, ну, все равно обозначенные сроки. Ты никогда не будешь придешь быстрее, 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 если это связано с событием. То есть вот такой же большой текст. То есть это был просто мой поселок, просто в котором атомная закрылась в 80-е, поэтому он там медленно умирал. Я медленно описывала, как он медленно умирал в 60 лет. Ну, то есть я не торопилась, потому что не было какого-то срока. А другой большой текст, тоже про стройку, был к юбилею этой Саяно-Шушенской гидроэлектростанции в 2009 году, она там была авария, и вот там нужно было то есть к юбилею выпустить. И я могла, я съездила в командировку, и я могла сколько угодно раз его переписывать, но у меня была точная дата, то есть ко дню юбилея, вот этой годовщины, он должен был быть написан. То есть все равно есть сроки. Ага. Вопрос такой приземленный, может, наивный очень. А вот чисто финансово, вот эти вопросы, как они перерастают в конфликт, у вас, когда текст попадает в тот самый отвал, и вот автор не предъявляет, что здрасте, я потратил на это столько-то дней, вот мне поставили тезе, я по тезе сработал. Нет, смотрите, если касается штатных редакторов, они все равно получат свою зарплату. То есть это идет в рамках штатной работы. С внештатниками у нас очень простое правило, если мы не принимаем по тем или иным причинам текст, мы либо очень четко объясняем причины, мы всегда выдаем четко прописанное ТЗ, и стараемся его постоянно еще допиливать от ТЗ, чтобы было понятно, что мы хотим вообще от человека. Большинство внештатников у нас работает, кстати, вообще на нативном сегменте, то есть на коммерции, где всегда действительно существует очень четкое техзадание. Но если мы не принимаем текст, мы либо возвращаем и просим доработать, либо мы его откатываем совсем, и тогда выплачиваем половину стоимости, либо полную стоимость, если был факап по ТЗ с нашей стороны. Ну, то есть если я при разборе вижу, что редактор действительно не поставил задачу, не описал задачу, естественно, в этой ситуации выплачиваем, ну, мы актируем просто текст, как не вышедший по черновикам, тут других вариантов, мне кажется, особо и быть не может. Ну, то есть есть человек, работал, он получает свои деньги. Я как внештатник, долгий внештатник, скажу, что вообще классные вопросы, я очень хотела, чтобы мы все больше обсуждали деньги, потому что, ну, внештатники получают только деньги за тексты, которые вышли. Ну, у меня, по крайней мере, так. Ну, у меня не было, по-моему, текста, который не вышел, но я не очень... Один раз текст не вышел не по моей вине, но там выплатили, типа, 500 рублей. Ну, то есть это какая-то формальная была сумма. И при этом... То есть если ты хочешь, чтобы у тебя нормальная получалась зарплата в месяц внештатных текстов, то это постоянный такой выбор. Не только же у тебя может не получиться написать текст, а ты можешь его там написать, да, и после правок понять, что тебе не нравится, что получается. Или, ну, да, допустим, что вот тебе после правок не нравится, что вышло. И если ты его забираешь, ты не получаешь деньги. И я вот один раз, сделав так, у меня был формат работы, при котором я получала, типа, окладную часть, только если я писала пять лонгридов в месяц. Я пишу большие тексты, поэтому даже пять лонгридов в месяц было невесело писать. И я поняла в какой-то момент, что пишу... что уже несколько раз выпускала тексты, которые мне не нравятся, которые бы я не написала ни за что, а те, которые я хотела бы написать, все откладываю, 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 потому что они пишутся дольше. И что вот я уже два месяца соглашаюсь на публикацию текста, с которым не согласны Потому что если не выйдет хотя бы один из пяти, то я не получу вообще никакой суммы за месяц И вот эти постоянные дурацкие микровыборы в моем случае привели к выгоранию, чего не советую Но финансовый вопрос у внештатников, по крайней мере, мне кажется, это очень важная вещь Потому что от внештатников, особенно если ты не один раз посотрудничал со зданием и больше с ними не общался Я, по крайней мере, сотрудничаю, если начала с кем-то сотрудничать, то это происходит долго Это будет длиться долго И ждут от внештатника работы не сильно меньше, чем от штатника Просто у тебя гораздо меньше, во-первых, прикрытия тылов Меньше чувства защищенности, меньше свободы делать вот так, отказываться И понимать, что тебе все равно придет оклад Потому что тебе не придет все твои решения, которые ты принимаешь Что ты не успел, ты заболел, ты не написал текст, еще что-то Ты останешься без ничего и постоянно нужно быть готовым И еще часто в случае внештатников обычно все-таки мало редакций выплачивают гонорары сразу Ну типа после текста Обычно есть такая замечательная вещь, которую я когда первый раз узнала, как я была в шоке На третьем курсе я узнала первый раз Мы очень рады, что ты напишешь нам текст Но оплата через два месяца после месяца выхода публикации И ты просто иногда получаешь деньги и уже не помнишь, за какой текст они пришли Потому что они пришли Ты написала их много-много месяцев назад И вот это тоже все время нужно планировать Я предлагала лекции про внештатников Короче, нет, очень простая история Чтобы актировать, мне нужно иметь единицу Google Doc в качестве единицы не очень хорошо актируется Поэтому мы актируем по URL вышедшего материала Есть URL, легко атактировать Соответственно, я атактировала январем Деньги, естественно, пойдут раньше в следующий месяц Ну, то есть текст вышел в январе, деньги придут в феврале Делать это вперед я не могу Потому что мне не за что перевести деньги А мы работаем, я не знаю, как вы работаете Мы работаем через САЛАР И там мы вообще не можем ничего делать Никаких махинаций с текстами Сколько отгружено, столько отгружено Ну, и в принципе, с другими авторами С которыми мы работаем по стандартным базовым вот этим нештатным всем бумажкам Там всегда та же самая система Потому что так или иначе все равно там в бухгалтерию ты распечатываешь бумажный вариант текста Пишешь в акции материал по дурелям таким-то Выше 20 марта такого-то, такого-то, бубух, печать, печать, печать И только после этого я могу как бы визировать оплату Ну вот оплата на следующий месяц Просто я тебе скажу, извини, я тебе перебью С внештатниками такая проблема, что часто в внештатнике Это последнее звено пищевой цепочки, к сожалению И если возникла, извини, власть, ты на меня так смотришь Нет, нет, смотри, они все время Я на этом там нашла Я просто думаю, что ты так говоришь То есть медиа стараются как бы выживать максимально, сохраняя Ну мы видели совсем недавно громкие кейсы наших популярных медийных ресурсов Сначала нужно как бы погасить расходы на офис, кофемашину, зарплаты штатникам и так далее Касса опустела, берем займ Надо еще погасить еще кусок аренды, расходы на принтер, ксеркс и так далее А у нас же еще внештатники остались Мы же еще должны кучу денег взять А, ну ладно, там в следующем месяце должны прийти деньги, мы заплатим Вот это история с внештатниками И она, к сожалению, до сих пор много где, ну как бы, да К сожалению, она много где так и есть Просто я сама иногда пишу тексты как нештатник Я знаю прекрасно, что я могу получить тоже деньги через полгода Я никогда в жизни даже не могу вспомнить Мне пишут, говорят, Надя, вам должны были поспить деньги Я думаю, господи, какие деньги, за что деньги А потом, да, оказывается, что это текст, который вышел полгода назад Но мне хорошо, что у меня есть штатная моя работа И я не закладываю это в свое, вот прям, это не деньги, на которые я буду жить завтра Перешли на сложные темы, действительно Где-то еще и тишина, ага А я на основу скажу А у вас в практике бывали ли этические конфликты между автором и редактором? Когда, например, автор считает, что эта тема должна быть опубликована Потому что это там в регламенте написано Редактор считает, что все не так Либо наоборот, автор приносит текст Редактор говорит, вот это мы не будем публиковать Потому что я считаю, что это неправильно Не хорошо, не плохо, а именно неправильно Вот чтобы у нас выходил этот текст У меня, к сожалению, бывают такие ситуации Потому что, ну, тут, смотрите Тут история про идеологию Например, я не бью детей И в Миле есть общее правило, что все не бьют детей Ну, вот как-то ты приходишь работать смело Признавая то, что детей не бьют Или, например, ну и другие такие очень простые, понятные штуки И тут даже, наверное, смотрите У нас был достаточно известный скандальный кейс Кто-то, я думаю, из вас знает журналистку Анастасию Миронову Она опубликовала у нас текст в блогах Но Анастасия Миронова, мы в том числе и заказывали текст в свое время Опубликовала текст про бабушек и дедушек Почему они нас раздражают, бесят и так далее И весь Фейсбук обсуждал этот текст Почему мы его опубликовали Я должна, наверное, пока это опубликовали Потому что, например, я в тот день вообще не стала смотреть выпуск блогов Потому что, ну вот, ну не знаю почему Обычно я смотрю В тот день не посмотрела Потом, да, получила полную кошелку Любовь главного редактора и Фейсбук В чем здесь балтический конфликт? Ну, мы не унижаем людей из-за того, что в возрасте они начинают чавкать Например, из-за того, что у них челюсть ходит худуном Ну, невозможно такое в тексте На медиа, где мы на самом деле Мы все-таки про любовь сначала А про ненависть все остальные могут быть Нас это устраивает То есть это вот такие сложно ощущаемые вещи Которые просто То есть в тексте даже не было какого-то вот Прямолинейного такого зашквара Но там было много вот этого стилистического мелкого зашкварок Я когда-то читала, я думаю, господи То есть я вот выпустила текст И я думаю, бедная моя мамочка Она сейчас прочитает, она просто будет плакать Когда она дочитает этот текст И точно так же будут плакать другие люди Нас читают люди 55 плюс Да более того, почему мы Как может остаться у нас текст Который потом будет Который потом будет читать 20 плюс И думать, что такие тексты возможно писать в таких формулировках И, кстати, вот сложные темы Они часто даже не в самой теме Они очень много в том, как подается материал в формулировке И мы знаем тут массу Мы видим и со стороны Агитпропа Прекрасные примеры И видим, как часто мы сами Ну, у меня один раз был этический конфликт Который касался ЛГБТ То есть у меня редактор отказался редактировать текст Как раз В котором был набор букв Оказалось, что он Как он выразился Против геев Но нам пришлось расстаться Бывают такие ситуации в жизни Не поняли друг друга на собеседовании Это классно Я не могу вспомнить, чтобы у меня не публиковался текст Ну, вот прям вот так он мне публикуется И все И я тут хотела Это можно, насколько можно Отвлечься Просто мне еще Когда сюда позвали У меня был вопрос Типа, как разговорить Вот таких вот героев Которые считаются сложными и важными Я могу прямо сейчас упомянуть Вот В тему формулировок Потому что мне показалось важным Это прям сильное ответвление Кто-нибудь стукните меня, если нельзя Ну, целых 14 минут Можно ответвляться Ответвляемся Ага Просто если мы имеем в виду Под важными и тяжелыми темами Обычно все-таки сейчас это социалка Это вот, да, маргинализированные герои Или искусственно маргинализированные И Тут у меня прям такой был вопрос Типа, как не давить на них И я хотела выпендриться И сказать, что просто не давить И использовать корректные формулировки У нас просто Это тоже такая штука Я причем даже не готова говорить Что это именно московские журналисты Даже если ты изначально не из Москвы Но уже успел пожить в Москве Может быть так, что если ты потом Едешь в командировку в регионы То Текст превращается в мире животных Когда вот ты едешь К какому-то тяжелому герою в регион То Может быть так, что там текст получился Не по теме А ты просто Москвич так в шоке От Вот последний текст Который мне в голову приходит Это было про Что в Бугульме мужчину Осудили за педофилию А потом В общем, наоборот, не осудили Но кейс там был такой Что он как будто бы Повредил Годовалую дочь И текст, он получился Не только про все, что случилось А такое удивление Бугульмой И это частая штука Если ты пишешь про Не знаю, ты первый раз Вот ты только вышел из журфака И первый раз пишешь про насилие Про секс-работниц, про бездомных Нужно перестать удивляться И преувеличивать вот то, что ты увидел Реальность вокруг них Просто По-настоящему ее увидеть И описать Не преувеличивать Не ужасаться Не удивляться Не маргинализировать А Прямо вот пытаться понять Что вот эта жизнь Вокруг них Она у них вот такая Какая она Описать ее И немного объяснить И Мне кажется, правда Большой проблемой Когда мы просто начинаем Как в мире животных Описывать Какая ужасная У человека жизнь А на самом деле Жизнь там может быть не ужасна Вот у Того же бездомного Может быть конкретная Один Вот одна вещь Которая его беспокоит И я один раз Брала интервью И казалось, что вот У человека Ужасная жизнь Последние 10 лет Прошли отвратительно Но Основной проблемой Которой он называл проблемой Это у него очень-очень Давно не было бабы И больше его вообще Ничего не волновало Так же сильно, как это И Тоже преувеличивать Условия, в которых он живет Если он сам описывает их Как приемлемые для себя сейчас Тоже кажется неудачным Когда речь идет Вот про таких героев Которые Ну все-таки Часто мы про них пишем Как про инопланетян немного Про ЛГБТ точно так же Если про геев Пишет человек Далекий от Ну то есть сам не относится К сообществу Никакому И не занимался Эти темами до этого То это тоже будет Такой разговор Немножко с инопланетянином И он интересен Только очень далеким От Оптеджа От темы людям Но Всем внутри сообщества Будет абсолютно Побрабанный этот текст Потому что он Ничего нового им не расскажет А просто вызаставит их Еще раз фриками И формулировки Это то О чем сейчас Кстати много ругаются Вот феминитивы Употреблять Или не употреблять В текстах И мне кажется Оптимальным вариантом Это во-первых Прежде чем идти куда-то Изучить На каких терминах Вы сейчас вообще остановились Типа вроде как Приемлемо там В слух употреблять Сексработницы Но это спорный термин Он постоянно обсуждается Но важно почитать Все-таки На чем пока Консенсус остановился Идти с этой С этим термином С этими формулировками На месте Их уточнить У человека Уточнить Как ему Предпочтительно К нему обращаться То есть я говорила Сексработнице Которая просила Назвать ее Ну она бывшая Сексработница Которая сейчас Равный консультант И она при этом Во время всего разговора С ней Просила называть Их всех Вот сексработницами И ты говоришь Так как просит Этот человек А потом ты приходишь И пишешь в тексте Как корректно То есть все равно Как корректно сейчас Потому что он мог Просить обращаться К себе неэтично И Если герой просит Себя представить Феминитивами Писать с феминитивами Но потом в тексте Писать о нем О самом человеке Как тебе комфортно И как ты хочешь Но вот там Где его представляешь Не знаю В подзаголовке Писать как он просил Это про Не знаю как еще Тоже да Научиться Чтобы этот текст был Во-первых Если мы пишем Про сексработниц Предполагается Что он хотя бы косвенно Должен им помочь А если он состоит Из ужасных формулировок Которые их оскорбляют И То В общем Зачем мы его написали Чтобы все поразвлекались И перевели трафик На сайт Тогда Ну конечно Тоже можно использовать Любые формулировки Но вообще Формулировки Корректные термины Очень сильно задают тон И по-моему Расставляют акценты Лучше всего Просто как Вообще Как вся редакция Относится к теме Понятно по формулировкам Которые она использует Я ответвилась от темы И закончила Можно вернуться К мире животных На секунду Вот У холода По-моему Ну или во всяком случае Создается впечатление Что у холода Потому что У этого издания Периодически Такие темы Они часто используют Этот прием По-моему У них была история Про то Как в каком-то городе Небольшом Довольно депрессивном Как водится Пропал молодой парень Он связался с сомнительной компанией Его там взяли в заложники Звонили его матери И она не поверила А Она BBC BBC? Сорян Ну полное ощущение Что холод Нет в холоде было такое Там не поверил полицейский А не мама Полицейский Да точно Пыталась призвать полицию И значительная часть текста Это описание Быта Вот в этом городке И вот Происходящих событий С этой семьей И вообще Короче Такое Описание пейзажа На фоне того Что да Все говорят Что это вообще-то нормально И все такое То есть понятно Что это уже скорее Художественная публицистика То есть это средство выразительности Ну то есть У них как раз Вот то что Для всех это нормально А для условного Московского читателя Это очевидно Ненормально Это как бы является Дополнительным средством выразительности Означает ли это Что текст плохой Что они используют Этот прием Нет Я так точно не думаю Потому что Ну типа Описать нужно То есть нужно Описать чтобы Ну просто нужно Как будто Постараться сделать так Чтобы было понятно Чтобы вот человек Из этого же города Прочитал И не чувствовал себя В зоопарке Но москвич понял Что за контекст Вокруг вот этой истории Чтобы Среднестатистический Москвич прочитал Но понял Что вот Вообще вот эта реальность И она такая Но что Она вот такая много лет И да Она сложненькая Странная Но она сама по себе Там Ну не повлияла На допустим Преступление Она сама по себе Условия жизни Там этого парня Не делают его виноватыми Грубо говоря Чтобы описание Того что происходит Где люди живут И как выглядит Квартира и семья Не выставляло Людей Я не знаю Более виноватыми Менее виноватыми Чтобы это просто было Описание их семьи Условий их жизни А люди из любого города Могли Сделать вывод сами Не чувствуя Что за них Акцент уже там поставили Что вот То что он живет Вот так Это значит Что он плохой Нам вот сказал автор Читаем дальше С этим С этой мыслью Спасибо Слушайте Смотрите Есть еще такая тема Это о чем мы говорили Вот на большой материале Только что Вообще Про вербальную избыточность В текстах И к сожалению Сейчас Ну у нас Как бы вербальная избыточность Она в моде А описывать в тонь С массой Пугающих слов Ярких определений И так далее Это вообще Сам Бог велел Как бы Ты представляешься в тонь И из тебя просто Исторгаются Все эти прилагательные Цвета И все прочее Особенно да Когда москвич выезжает И видит Господи Вот В Рязань Приезжает Например Как вот Мой ребенок Приехал в Рязань И говорит Мамки Тут дороги плохие Вот уже началась В тонь А дальше Можно описать Эту выбои На дороге В которую мы попали Там Вот прям Вот так Что тоже Станет казаться Что Просто ужас происходит В общем Это то Что мы убираем Из текстов Вообще стараемся Но у нас другой жанр Но когда Авторские тексты И есть там Очень много Вот этого Вот Художки Вокруг фактуры И Мы снимаем До того момента Чтобы Ну вот Чтобы человек Чтобы отражение Того что есть Осталось А вот это вот Виноград вокруг Мы срезали весь Потому что Ну наш читатель Даже не в состоянии Продраться Через такие тексты У нашего читателя Специфический подход К тексту Вот И ему это вообще Не нужно Ну я очень люблю художку Я больше всего Боролась за кусок текста Это было вот как раз К юбилею аварии То есть казалось Мне нужно описать Только Это была я Миллионная попытка Журналистам понять Почему эта авария Произошла Потому что Официальные причины Названы дурацкими Ну вот это вот Которая СН Шушинская гидроэлектростанция Но я больше всего Хотела Чтобы в тексте осталось Потому что Бабуля Героиня текста Начала возмущаться Я больше всего На 20 стороне текста Хотела оставить кусок Которым Одна из инженерок Рассказывала Как она пила бурбон С Высоцким Пока он снимался в фильме Там неподалеку И мне казалось Это самой важной частью текста И часто так случается Я борюсь Чтобы оно в тексте осталось Я даже не знаю Какое можно сделать заключение Общее Как жить Надо просто работать Потому что Если ты не работаешь Ты выпадаешь из происходящего И перестаешь окончательно понимать Что происходит Вот Если ты не пишешь тексты Если ты не понимаешь Как их принимают редакторы Какие медиа существуют То есть мы Мне кажется Вот в этом Особенность медиа Мы просто Что у нас С одной стороны Есть четко определенные Законодательные границы С другой стороны У нас есть понимание Что эта граница Она в принципе Немножко мягкая Но вот до какого момента Ты можешь палец туда Как бы нажимать И там Где там шипы начнутся За этой мягкостью Мы к сожалению Не понимаем Поэтому каждая медиа Двигается Ну в известной степени На свой страх и риск Просто у каждого Свои специфические риски И к сожалению Никуда мы от них Не денемся И останется только повторить Что да Надо научиться Дружить с юристами И плюс ко всему Нужно чтобы в медиа Был хороший юрист Не тот который умеет Договор купли-продажи Прочитать А именно юрист Который даст в курсе Право применения В медийном Юридическом производстве Это совершенно отдельная Категория людей Их сложно бывает найти В интерфаксе Работал таких штат Огромные Я помню Что это было суперудобно Потому что в любой момент Мог написать юристу По любому поводу Ну поскольку интерфакс Производит огромное количество Еще экономической информации Где действует Где тоже все очень сложно И действует куча Ограничений Вот Но и для Общественно-политического Сегмента Юристы всегда были открыты Ты всегда мог прийти И с очень Внятными людьми Обсудить то Что ты собираешься сделать И тебе четко Описывали риски А сейчас, к сожалению, мы даже не понимаем рисков И рубимся там, где Они вроде бы очевидны даже были Но ты уже задним умом К сожалению Вот это плохой юрист А может быть, а может не будет Может никто и так не больно Возбудиться А юристы Я не подписываю это Потому что мне платят за то, что я вас оберегала И в конце концов Редактор все понимает Вот здесь бывает такое, что Да я все уже сказал У вас, то есть Тоже так это устроено? То есть все-таки В конечном итоге Редактор берет на себя эту ответственность? И редактор, бывает ли, что он принимает Риски? Нет, иногда я принимаю на себя риски Но я тогда отдаю себе четко отчет Что я на себя беру Потому что мне нужно будет отчитываться Перед генеральным директором нашего предприятия Потому что как главный редактор Я, конечно, в уникальной роли Потому что я-то не несу юридическую ответственность Будет нести ответственность генеральный директор И заплатит штраф компания, а не я Ну, есть ситуации, когда штрафуют непосредственно журналиста Но в бытовой практике это, как правило, пойдет на медиа Нет, в такой ситуации я ставлю, да, генерального директора В известность, что я в связи с тем-то, тем-то Приняла на себя такие-то риски У нас такое было, когда мы записывали подкаст с подростками о наркотиках Там прям горело со всех сторон И юрист, вот он, если честно, он бы запретил весь подкаст Но мы, да, мы боролись Ставили эти боксы, что мы каждые 10 секунд Что мы напоминаем, что наркотики это плохо Да, мы вырезали все способы, которые были описаны Потому что способы нельзя, к сожалению, описывать К сожалению, да, извините, я уже к вечеру подусталась Исходя из темы, можно задам вопрос Если материал затрагивает интересы действующего Или какого-то предполагаемого, желаемого рекламодателя Вот этого предприятия, на котором работает редактор, автор и так далее Что в этой ситуации вы предпринимаете? В каком смысле затрагивает? Ну, материал может принести вред той компании, которая рекламируется в издании Что делать с таким материалом? Как рекламодатель, который скажет Мы расторгаем договор и вытянем эти деньги? Рекламодатели к нашей концепции, подходу к принятию материалов Ни разу не было вопросов за 4 года уже почти, что я работаю Мы достаточно прозрачны, когда мы брифуемся с коммерческим клиентом То есть мы сразу говорим Более того, мы даже не все, ну как бы, не все рекламодатели могут купить у нас рекламу Вот, мы не берем ряд клиентов, с которыми у нас могут возникнуть проблемы по тем или иным причинам Немножко, я, видимо, неправильно сформулировала Если ваш редакционный материал, то есть не коммерческий, который вы пишете для вашего рекламодателя А ваш редакционный материал затрагивает как-то его интересы Например, у него там что-то случилось И автор хочет об этом миссии Такое постоянно бывает, мы запрашиваем официальный комментарий Смотрите, один из наших крупнейших рекламодателей – компания Microsoft Я думаю, те дети, у кого, те родители, у кого дети занимаются на платформе Microsoft Teams Знают, что происходило с Microsoft Teams в школах на дистанционке Дети не учились Продукт недопиленный, сырой, падал И никто, просто полный ахтунг был В данной ситуации мы уведомили Microsoft, что мы будем делать об этом материал Что Teams не работает, не работал И пока не будет исправлен тот, тот, он не будет работать Microsoft сказал, да, делайте Вот комментарий, типа, мы принесем извинения Еще плюс ко всему всем родителям И у нас бывают такие кисти Да, я не вижу проблемы Мы же не Здесь не в ситуации того, что мы Сознательно хотим нанести ущерб Какой-либо компании Мы в ситуации отработки информационного повода Ну, как бы, с властями это, конечно, не всегда работает Но с департаментами обычно у нас получается тоже так А если рекламодатели категорически против того, чтобы этот материал вообще вышел? Ну, сорян Вы потеряете рекламодателя? Он все равно вернется К сожалению, в регионах так не работает Я знаю, да, мне из года в год рассказывают, что так не работает Но я верю, что мы преодолеем когда-нибудь точно так же, как мы преодолеваем все отставания России по всем сегментам Да, я знаю, как бы И в Москве это тоже очень долго не работало И в Москве раньше Вот когда я начинала работать в РБК 20 лет назад Не дай бог вообще было что-то возразить менеджеру коммерческого отдела Ты еще и работа мог лишиться А сейчас у нас редакционные менеджеры могут заблокировать продажу По ряду причин Ну, то есть редакционные менеджеры связаны с коммерческим производством нативщики То есть если мы на брифе видим, что компания не совпадает с нами по ценностям и прочим Мы их блокируем Вот, это не от хорошей жизни, не то, что много денег Но как бы в данной ситуации дороже какие-то свои собственные вещи Да, не знаю, ну просто, ну да, в том числе концепция издания Спасибо Спасибо, друзья Спасибо 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 Спасибо